Никто не должен уметь. Ты ошибся. Амси уже официально объявила о том, что к большому и к сожалению финал седьмого сезона «Ходячие мертвецы» показал худший рейтинг, среди всех финалов, начиная с 2012 года. И сейчас я постараюсь максимально коротко объяснить, почему же так случилось. Начну, пожалуй, с того, что начало сезона и весь сезон в целом мне понравился. Есть очень много зажравшихся людей, которые идут на экшен-фильмы и требуют от них великолепного сюжета. Идут на фильмы с сюжетом и жалуются на малое количество экшена. С «Ходячими» то же самое. Данный сериал называют «Болтающие люди» еще с самого первого сезона. Но я не считаю, что это плохо. Иногда нужно смотреть и наслаждаться экшеном, иногда наблюдать за драмой, иногда любоваться великолепным гримом, ну и конечно же слушать бесконечные диалоги персонажей. Это необходимая часть процесса, ведь во время диалогов меняются характеры главных героев, раскрываются их истории и происходит много чего другого. К примеру, в этом сезоне нам раскрыли новый характер Мэгги, которая приходила в себя после смерти Глена. Саша и Розита горевали за Абрахамом, мы наблюдали их конфликт и узнали их еще лучше, чем знали раньше. Продолжать можно еще очень долго. Каждого из героев мы узнали совершенно с другой стороны и успели познакомиться с новыми. Так что я считаю, что каждому персонажу уделили столько времени, сколько нужно. За этим интересно было наблюдать. Ну а разочаровала меня лишь финальная якобы битва. Итак, давайте по порядку. Перед началом сия действия в Александрию въезжает армия мусорщиков. Вы только посмотрите на это. Образно говоря, их ну точно больше 50 человек. Это очень много. Дальше приезжает Юджин, за ним стоит армия Нигана. Рик отдает команду подорвать заряды, но взрыва не происходит и все мусорщики оказываются предателями. Окей, пока что в этом нет ничего плохого. Но дальше из гроба вылазит Саша и набрасывается на Нигана. И Карл включает героя. Начинается замес, в результате которого никто кроме Розиты не получает ни единого ранения. В одном кадре нам показывают, что мусорщиков целая армия. А в другом, после начала перестрелки, их уже либо нету вообще, либо они совершенно ничего не делают. К примеру, вот кадр. Это мусорщики, они в черных толстовках. Эти в обычных рубашках наши из Александрии. Стрельба уже идет вовсю, а они просто наставили на них пушки. Куда делась их многочисленная армия? И почему нам показывают только то, как стрельбу ведут люди Рика и люди Нигана? Окей, в это же самое время начинается драка с Мишон на крыше. В то время, как на земле Ниган уже отбился от Саши. Говорит, что приступаем к плану Б. Нужно зайти в Александрию. И тут, чудесным образом, из-за максимально кривого монтажа, все Александрию уже собирают в одном месте. Эээ, что? Как это вообще произошло? На 39 минуте 40 секунде, Карл вовсю ведет огонь по противнику. Тремя секундами ранее, то же самое делал Дэрил. И уже на 39 минуте 50 секунде, все они схвачены и больше не сопротивляются. Как это вообще произошло? Они же только что, буквально вот только-только, так успешно отбивались. Это был самый отвратительный, мерзкий и совершенно идиотский монтаж за всю историю сериала. Но я просто не могу поверить в то, что столь необходимых сцен попросту не снимали. Мне кажется, все это просто порезали. Серия ведь и так идет целый час. Какой вообще идиот монтировал финальный эпизод? Это реально жесть. Но на этом бред, к сожалению, не заканчивается. В следующих кадрах нам показывают, что Александрия полностью захвачена мусорщиками и людьми Нигана. Они стоят на входе в общину и вокруг места действия. Кстати, казалось бы, что прошло много времени. Началась перестрелка, закончилась, всех схватили, собрали в одном месте, но Мишон все еще дерется на крыше. Ну, ладно, нормально, не будем к этому придираться, идем дальше. За секунду до того, как Ниган собрался разбить голову Карлу, снова совершенно волшебным образом из ниоткуда появляется Тигрица, Хилта Цисмэгги и Королевство. Ну, а как они вошли в город? Ведь вы же сами только что показали кадры, что вся община забита людьми Нигана. Они не просто вошли, а дошли до места действия и опять же неожиданно напали. Неужели никто из всех этих вокруг стоящих людей не заметил приближение многочисленных сил противника и бегущего тигра? В итоге Ниган убегает, мусорщики тоже, а мы слушаем эпические диалоги о том, что грядет война, пора на войну и да начнется битва. В итоге, в финальном эпизоде, кроме смерти Саши, по сути не произошло ровным счетом ничего, да и то, что происходило, выглядело чертовски нелепо. Казалось бы, что на протяжении всего сезона нас готовили к чему-то эпичному, но вместо этого сказали подождите еще. Если финал прошлого сезона был чертовски эмоционален и сохранил нереальную интригу, то финал этого сезона был попросту глуп и не предложил зрителю ничего, ни зрелища, ни эмоций, ни даже какой-то интриги. Ведь мы так уже знаем, что скорее всего восьмой сезон начнется снова с подготовки к войне. Как я уже сказал ранее, все вышеперечисленное сильно отразилось на рейтинге серии и не только на нем. Помимо самого низкого рейтинга, серия еще имеет одни из самых низких оценок за всю историю сериала. В общем, печально все это. Но так как я человек позитивный и сериал этот все так же люблю, я жду, что создатели поймут, в чем их ошибки и восьмой сезон не подкачает. Тем более, что я знаком с комиксами и появление шептунов жду с нетерпением. Ну а на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии со своими впечатлениями о седьмом сезоне и о финальном эпизоде в частности. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok